Через Дмитрия Карпенко, который ведет репортажи, интервью с военными. Я узнаю столько нового, наверное, не только я одна. Короче, я теперь знаю, как, получив высшее образование в России, выйти из рабства, при этом не быть должным России миллион рублей. Потому что они как говорят, что если ты не отработаешь какую-то сумму лет по контракту, то ты должен будешь вернуть деньги государству, миллион рублей. Короче, оказывается, можно оформить на себя, как это, ИПП или что-то такое. Короче, типа ты не имеешь права, будучи военным, открывать бизнес частный, частный бизнес. И если ты, например, откроешь на своем частный бизнес и купишь на своеме какой-то рунды на 10 тысяч рублей, а это не считается уголовным преступлением, просто какой-то административный штраф выпишут, то тебя уволят из... то есть ты не уволишься, а тебя уволят, и все, и на этом дело будет закончено. Ты получишь свое высшее образование. А почему люди хотят увольняться там жутко? Во-первых, я уже сказала, там их избивают, избивают начальники. Избивают так, что никто не увидит, никто не услышит. Куда-то кладут в больнице, и никто этого человека не видит. Руки ломают до синяков. И это вообще оскорбительно. То есть они, когда приезжает проверка, они оставляют из своих замов, а сами куда-то уезжают, и замы должны что-то подписывать. А подписываются там типа на 16 миллионов рублей. Откуда у замов уже 16 миллионов рублей? Они не хотят ставить подписи. Приезжают начальники, начинается издевательство, избирение. Вот, Торончиц, жена, писала... Ну, такая ситуация, что жены живут на, наверное, частной территории, а эти на какой-то военной... Ну, короче, где бы они ни жили, они не могут выйти с работы. Например, с 9 до 6 идут работы. Они не могут в 6 часов выйти с работы. Их могут не выпускать. Вот, замкомбандир или кого-то там просто не выпускает этого офицера, и все. И жена должна писать куда-то там. Ну, в общем, короче, бесправный этот человек на России, бесправный. Офицеры – это бесправные лошади. Бесправные. Еще, если ты не ливишь жопу начальника, тебя посылают какие-то там, типа я уже сказала, Бурятия, Осетия, Дагестан, и где местные буряты, осетинцы, дагестанцы обкладывают налогом, типа 30% твоей зарплаты идет нам. Тогда тебя никто не трогает. Иначе, иначе тебя и забьют. Но бурята хрен или там осетина хрен найдет. Они куда-то уйдут, и их не найдет. Ну, в общем, в итоге легче заплатить. В общем, короче, я поражаюсь. Я поражаюсь. И до сих пор россияне едут в эти места и думают, что они могут командовать бурятами, осетинцами, дагестанцами. Но вы что, не понимаете, что вы там никто? Он описал, что там цены завышают. Если ты идешь, например, ремонтирует машину или сдавать, снимать квартиру. Все цены для россиян повышенные. Никто там их не любит. Единственное, что, например, если ты бизнесмен, и ты как-то бизнесом вкладываешься в эту страну, то тебе еще можно. Но если ты военный, ты еще идешь по военной форме по городу, то это небезопасно.